Аллаху Акбар, Аллаху Акбар Шесть утра. Верующие собираются совершить праздничную молитву. У входа в мечеть раздают маски и дезинфицируют руки прихожан. Аллаху Аллаху Акбар Внутри мечети праздничная атмосфера. Мусульмане благословляют пророка Мухаммада мир ему и благословения и произносят слова, восхваляющие Всевышнего. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. После чего Муадзе мечети Азаном возвещает о наступлении времени молитвы, призывая к смирению и поклонению. В этом году праздничный намаз проходит по-особенному. Если в предыдущие годы тысячи верующих плечом к плечу совершали молитву, то в этом году обязательное расстояние полтора метра. И количество верующих в основной мечети столицы в разы меньше. Причина тому всем известная коронавирусная инфекция. Перед молитвой имам обратился к верующим с назидательной проповедью. Из-за святости этих дней нам запрещено держать обиду, злобу по отношению друг к другу и находиться в плохих отношениях с людьми. За ним с поздравительной речью от имени главы региона, выступил министр по национальной политике и делам религии Дагестана. «Этот праздник несет в себе добро и свет. Этот праздник служит сближению людей, укрепляет идеалы добра, милосердия и взаимной помощи». После поздравления звучит вступительный тагбир. Молитва начинается. После завершения намаза Муадзин обращается к верующим на арабском языке. Это хутба, проповедь и составная часть обряда богослужения. Праздничный намаз завершается коллективной мольбой ко Всевышнему. И верующие, соблюдая дистанцию, покидают мечеть. После молитвы большинство мусульман исполняют главный замысел праздника – обряд жертвопроношения. А уже после в узком кругу родных, в узком из-за пандемии, соберутся за праздничным столом. Несмотря на ограничительные меры и остающиеся тревожной, эпидемиологической обстановкой в регионе, в праздничный день дагестанцы не теряют оптимизма, прося Всевышнего о благе и желая добра другим. Аль-Хамдул-Лля, что в этом году нам довелось по безграничной милости Всевышнего Аллаха встретить этот прекрасный праздник. Мы, как знаем от слов наших богословов, это самый главный праздник мусульман. В пользу случаем хочу поздравить всех братьев, сестер, да примите Всевышнего Аллаха все их благие деяния, жертвопроношения и простить нам все наши грехи. Очень радостная вещь, что в мечети можно намаз проводить, потому что, к сожалению, у Роза Байрам дома все намаз сделали. Аль-Хамдул-Лля, что собираемся, братья, вместе. Всех вижу, у вас вижу, радуюсь, улыбаюсь. Всех с праздником поздравляю. Я желаю нашему народу здоровья, в первую очередь. Все хорошо, все прекрасно. Вот эти болезни, вот эти тоже, чтобы больше, чтобы не были. Урбан-Байрам – самый лучший праздник для мусульман. Искренне поздравляю всех мусульман с наступившим праздником. Пусть Аллах примет садака, жертвопроношения, все благие деяния. Впереди еще три дня праздника. В эти благословенные дни мусульманам нельзя упускать благую возможность делать добрые дела. Поздравлять друзей и родственников, особенно старших, хотя бы по телефону. Хам.